Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца! Сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как формировка благородного лавра. Формировать мы будем всем известный по обзорному видеоролику наш кустик лавра. Он уже значительно подрос, но имеет строгую вертикальную форму. Если посмотреть, первой обрезкой я добился появления боковых веток. То есть веточка центральная подросла, оди веревенела, я сделал срез и появились боковые побеги. Но они растут все равно вертикально. В комнатных условиях мы ограничены и в горизонтали, и в вертикали. Поэтому, так же как и цитрусовый, лавр нужно формировать в виде веера. Для формировки нашего благородного лавра мы применим сразу же два способа. Во-первых, мы подрежем очень большие и длинные веточки. А для придания нашему кустику веерообразной формы, мы применим вот такие вот проволочки. Подробно о них рассказывается в видеоролике о формировке цитрусов. Что же нам понадобится для формировки? Проволока. Вот такие вот спирали, которые мы делаем из проволоки. Палочка для изготовления спирали. Плосканки для того, чтобы подрезать проволоку. Для обрезки лавра мы будем использовать обычный секатор. Ну и естественно, чтобы обработать все срезы, нам понадобится садовый бар. Итак, приступим. Повторим, как же делаются у нас из проволоки вот такие спиральки. Мы просто вокруг палочки окручиваем проволоку. Палочка должна по диаметру соответствовать нашим ветвям. При необходимости ее можно удлинять. Можно проверить. Примерно вот такой спирали для данной веточки вполне хватит. Обрезаем. Вот наша спиралька готова. Для уменьшения длины волчкового побега нам придется его все-таки подрезать. Ранее я говорил, что макушку нет никакого смысла, если она не одеревенела, обрезать. Тут же пробуждаются боковые почки, точно такие же волчковые, и очень быстро растут вверх. На данном примере это очень хорошо видно. Для того, чтобы у нас началось ветвление, мы сделаем срез гораздо ниже. В данном месте уже начинает ствол деревенеть. Он уже такой упругий. Делаем обрезочку. Где-то на этом уровне мы произведем обрезку. Сразу же обрабатываем срез варом. Ну а остальные ветви, в принципе, по длине меня устраивают. При обрезке мы получили вот такую веточку. Ее можно использовать в двух направлениях. Либо для размножения. Нарезать ее на черенки и укоренить аналогичным образом, как и цитрусовые. У меня есть видеоролик, его можно посмотреть. Либо просто высушить ее и использовать в качестве приправы лавровый свой лист. На первом этапе нам нужно спирали установить на каждую веточку, которую мы хотим подогнуть. Придать ей необходимую нам форму. Устанавливается спиралька очень просто. Вращаем ее вокруг оси ветви. И опускаем на необходимое нам расстояние. Снизу каждую спиральку нужно закрепить. Делается это очень просто. Низ подгибаем к веточке. Ну и в принципе все. Аналогичным образом устанавливаем на все веточки спирали. Итак, на каждую скелетную ветвь мы установили проволочку. А теперь приступим непосредственно к процессу формировки. Проволока дает возможность нам не просто загнуть ветви, но расположить их в пространстве. Именно так, как нам нужно. То есть в данном случае веточки у нас становятся податливые. И фактически любую форму кусту мы легко с помощью проволоки можем придать. Ветви уже у нас некоторые хорошо сформировались. И тяжело гнуться. Есть веточки, которые еще молоденькие. И гнутся очень даже и легко. Некоторые скелетные ветви уже становятся очень упруги. И с помощью проволоки их удается согнуть незначительно. Но нам нужно пригнуть данную веточку значительно больше. Чтобы получилась красивая форма. Для этого мы очень просто можем использовать также подвязку. Крепим ее непосредственно за проволоку. С одного конца. Со второго конца горшочку. И уже в помощь проволоки можем загнуть ветвь так, как нам необходимо. Точки роста у нас теперь перестанут получать питание. Ветви будут деревенеть и принимать именно такое положение. Все питание у нас теперь у дерева получит центральная часть. Здесь из боковых почек, центральной части, снова начнут расти новые побеги. Они нам и создадут следующий уровень скелетных ветвей. На следующем уровне мы снова скелетные ветви подогнем и получим подобную структуру. После того, как ветви, которые мы пригнули, одеревенеют, их можно будет подрезать и придать кусту более красивую форму. Дальнейшую формировку нашего благородного лавра, а также его пересадку, мы осветим в следующих видео. Не забудьте подписаться на канал, чтобы их не пропустить. Пишите комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось видео. И до новых встреч!